Раз, два. Подходим сюда, потому что сейчас будут такие сливочки, которые вам могут пригодиться. Итак, смотрите, у Широ Укеми. Первое. Часто я встречал на занятиях, когда ребята такие, ну, им показал страховку, они начинают шмякаться на задницу, там, отбиваются, там, им становится некомфортно, больно. Не нужно. Все должно быть мягко, лайтово, все должно быть доставлять удовольствие. Каким образом мы ее отрабатываем? Она состоит из нескольких этапов. Этап первый. Первое, что я делаю, я прижимаю подбородок. Это обязательно. И стараюсь максимально при падении держать подбородок прижатым, чтобы при падении я не ударился затылком. Второе. Я складываю руки. Почему я складываю руки? Потому что моя задача использовать руки только после того, как моя спина оказалась на татаме. Отсюда сложили руки, прижали подбородок. И теперь я не падаю, а я сажусь. Ноги выпрямляются. И руки делают удар о татаме. Обратите внимание, что удар я делаю напротив своего таза. Таким образом предплечье, когда будут приземляться, они будут гасить удар о поясничный отдел. Обязательно ноги не сгибайте. Часто бывает так, что при страховке мы сгибаем ноги, нас начинает тащить назад. Первое. Вы накатитесь на голову. У кого гибкости недостаточно, это будет не очень приятно. Для шеи опять же. Ну и соответственно при сильной инерции, при ударе назад, вы скорее всего вотнетесь головой. Ну и плюс добавок, если мы воспринимаем падение, то, наверное, если партнер стоит передо мной, вот это падение с ногами более приоритетно, потому что здесь у меня ноги контролируют дистанцию, чем когда я откатываюсь назад. Логично? Поэтому еще раз. Первое. Я прижимаю подбородок и упрямляю руки, скрещиваю их в ладони напротив своей грудной клетки. Дальше сажусь на корточке и теперь, как будто маленькая табуретка позади меня, я пытаюсь сесть на нее, выпрямляя ноги, и только после этого я делаю удары татами. Вопросы есть? Мне кажется, это очень простая история, которая не должна вызывать вопросы в принципе у вас. Я дышу. Я не задерживаю дыхание. Вообще не надо задерживать его. Вы будете быстрее уставать. Дышите. Вопросы есть по этой страховке? Есть вопросы по этому у кеме? Мне кажется, более-менее все справляются. Опять же, небольшое замечание, то, что я подходил. Не складывайте колени, потому что вы начинаете падать, вы сложили ноги, и вас эта инерция потащила назад. Вы выпрямляете при падении ноги, и инерция переката назад тут же гасится за счет просто веса ног. Это очень важный момент. Некоторым людям это спасало, ну, как бы их разум. Следующее падение, и заключительное на сегодня, это йоку у кеми. Падение на правый, на левый бок. Значит, по конечной фазе. У широ, спина, падение на спину. Боковое падение, это то же самое, только я лежу на боку. Либо на правом, либо на левом. Одна рука на татаме. Мы уже сразу обговорили с вами, что руки не находятся перпендикулярно корпусу. Они находятся примерно 20, там, 30, 40 сантиметров от вашей пятой точки. Здесь, для того, чтобы я обезопасил свой таз. Понятно, да? И, соответственно, это же положение рук сохраняется и для боковых падений. С отличием только в том, что одна рука, которая не находится на татаме, находится у меня на бедре. Ясно. Теперь, как это бы отрабатывается? Смотрите внимательно. Самый простой, самый простой способ. Первое. Я делаю шаг чуть длиннее в сторону, например, левой ногой. Если я сделал шаг левой ногой, я падать буду на правое плечо. Не на левое, на правое. Понятно? Отсюда я делаю движение рукой и ногой одновременно. Вот движение. И одновременно на возвратном движении вниз я сажусь на ноге. Обратите внимание, я всегда сажусь максимально низко. Я не хочу падать с третьего этажа. Зачем мне это надо? Если вы будете отрабатывать страховку падать с третьего этажа, вас надолго вообще не хватит. Вы всех к врачу побежите. И поэтому я сажусь и делаю падение. Ноги на весу. Я не валяюсь расслабленный. После падения мое тело находится в таком состоянии контроля. Не напряженное, но я контролирую ноги, руки, положение тела, грудные мышцы. Все. Понятно? Еще раз. Я должен упасть на правое плечо. Я делаю шаг, замах, сажусь. Контроль. То же самое я делаю шаг направо, падаю налево. Шаг, замах, падение. Понятно? Смотрите, значит, сейчас, когда вы отрабатываете в самом начале, рука позже. Это иногда вызывает вопросы люди, типа, ну как так? Если мы падаем, то рука должна приходить раньше. Как бы да. Но когда мы отрабатываем, мы учимся рукой отбивать позже. Объясняю почему. Потому что чаще всего у людей, которые с этим никогда не сталкивались, возникает одна проблема. Вас бросают, и первое, что вы начинаете делать, правильно, искать опору руками. Этого никогда делать нельзя. Даже если вы на улице, тем более сейчас лед, шли, шли, подскользнулись, не надо пытаться встать на руку. Не надо. Вы травмируете ее. Вы получите растяжение, переломы, что-то еще. Не нужно этого делать. Лучше упасть на бок, на спину. Неважно. Чем больше площадь, на которую вы падаете, тем эффективнее рассеивается сила удара по этой площади. Чем меньше площадь, тем, соответственно, больше сил удара приходится на квадратный сантиметр. Ясно? Еще раз. Шаг в сторону. Сели. Падение. Когда мы делаем... Армен. Когда мы делаем в борьбе, то там, понятно, у нас рука... Куряши барай. Рука приходит, ну, чуть-чуть раньше, для того, чтобы погасить удар. Давай, встань. Место было. Пошли. Раз, два. Вот сейчас у нее примерно одновременно, но, тем не менее, как бы рука чуть-чуть раньше, она скомпенсировала падение непосредственно на татаме. Ясно, да? Хорошо? Давайте. Не надо три минуты ставить, Миша, поставь там буквально две минуты, достаточно. Сото-тоши. Значит, но прежде чем вы можете сейчас сесть, вам будет удобнее послушать, потому что мне нужно вам объяснить достаточно важные вещи, которые касаются двух вещей, двух элементов броска. Значит, первое. Из чего строится бросок? Ну, давайте. Смотрите, любой бросок строится из трех основных элементов. Первое. Ну, по-японски называется... Можно, чем я буду по-вуёбывать всем японским языком? Никто не против? Да, конечно. Хорошо. Броски строятся из трех элементов. Цкури. Цкури – это подготовка броску. Дальше вы поймёте, с чем это, ну, как бы связано. Кудзуши – это выведение из баланса. И каке. Это не то, что вы подумали, это означает сбрасывание, то есть завершающая фаза броска. Три элемента. Скажем так, провести чёткую границу между тремя элементами достаточно сложно, потому что зачастую они делаются вместе. Как одно целое, в некоторых моментах как два разных элемента. Амин. Значит, теперь по поводу захвата. Ребят, захват – это очень и очень важная вещь, очень важный элемент. Не только в дзюдо, но и у вас. Правильно? Логично? Если вы были сейчас на ОГИ, наверное, для вас захват за кимоно был бы неактуален. Но вы все в ГИ. И вот здесь возникает очень важный момент. Как мы в дзюдо держим? Я так полагаю, что... Что? Тремя пальцами. Правильно. Совершенно верно. Мы держим захват этими тремя пальцами. Вот эти два пальца нам, в принципе, особо не нужны. Я сейчас объясню, почему. Смотрите, я взял захват, и за счет того, что два пальца у меня не напряжены, у меня не напрягается верхняя часть, верхняя поверхность, это верхняя сторона моего предплечья. Из-за этого кисть очень мягкая. Да, конечно, такой захват проще сорвать. Но в этом захвате у меня есть мобильность. То есть я могу отсюда сюда сдернуть, сюда повернуть, встретить и так далее. То есть у меня есть возможность делать это. Когда рука напряжена, вы боитесь потерять захват, вы начинаете втыкаться, ваша рука напрягается, и за счет этого мобильность ваша сильно теряется. Плюс добавок. Когда вы держите захват, не надо, по возможности, да, вот часто бывает, там, вцепились, и каждый пытается друг друга перетянуть, там, захватить инициативу, сжать его, там, нагрузить. Это тоже не очень хорошо. Я объясню, почему. Когда вы начинаете партнера прессовать, что вы получаете в ответ? Совершенно верно. Вы получаете точно такую же реакцию. А теперь представьте, вы хотите сделать какой-то бросок, ну, например, там, осота, отоши, да, грубо говоря. Вам нужно к нему для этого подойти ближе, ну, чтобы нога достала до той ноги, которую вы будете высекать. Партнер встал, у него руки деревянные, он так же, как и вы, боится, что упадет. Вот, вы тоже убоитесь. И вы такие два деревянных стоите друг напротив друга. Для того, чтобы вам сделать первый элемент броска, цкури, вам нужно подойти. А как вы это сделаете, если вам нужно преодолеть его руки, но, помимо всего прочего, вам нужно преодолеть и свои руки. И вот вы начинаете это преодолевать. Не получится. Мы работаем в дидо на захватах следующим образом. Я выигрываю, мне достаточно выиграть в процентном соотношении 60%, оставив ему 40%. То есть я чуть-чуть, пам, повесил руки. Вот сейчас я выиграю примерно 60%. Я чуть-чуть подгружаю его на переднюю ногу и чуть-чуть растягиваю ему кимоно здесь. Все, у него нет опасений. Он не боится двигаться, он не боится входить, он не боится атаковать, что дает мне возможность его контратаковать опять же. Он не теряет мобильности. Всегда проще атаковать партнера, который пытается вас атаковать, нежели партнера, который пытается защищаться. У меня, когда я пришел в БЖЖ, были большие проблемы с бросками на самом деле. И связано это прежде всего с тем, что в джиу-джитсу, как правило, люди не бросают, они пытаются защищаться, работать вторым номером. Второго номера бросить, как правило, сложнее, чем первого. Намного сложнее, потому что он все время ждет. Он ждет вашей атаки. Он, может быть, не будет реагировать на нее, но будет ждать, напрягаясь при этом. Поэтому здесь немножко сложнее. Итак, мы разобрались с этой рукой, теперь эта рука. Я стараюсь держать на локте. То есть вот у нас кимоно, здесь примерно находится локоть. Я контролирую локоть для того, чтобы я мог управлять рукой. Потому что если мы стоим право-направо, то у правши какая правосторонняя стойка? Какая активная рука? У правши? У правши всегда активная рука, та, которая находится максимально близко к его шее, к его отвороту. Это активная рука, это правая. Конечно. У него тоже правая рука, если мы воспринимаем формат право-направо. И я всегда буду эту руку пытаться выключать. Обязательно. Я буду всегда пытаться ее отключать. Либо сбивать немного вниз с отворота руку, либо подгружать ему локоток. Но раскрывать это при броске здесь это не нужно. Я всегда буду ее подгружать так, чтобы у него работа этой руки была сведена, ну хотя бы, желательно, к минимуму. Понятно? Это проще делать, воздействуя на сустав. Это сложно делать в плече, это сложно сделать в предплечье. Это легко сделать в суставе, потому что сустав имеет определенную подвижность. И я этим пользуюсь. Понятно? Но, очень важный момент, бывают куртки для джио, такие достаточно слимовые, узкие. Бывает сложно держать эти захваты, но тем не менее, это возможно. Я прихватываю таким образом, чтобы у меня рукав был натянут. Я не допускаю здесь свободного кимоно. Мне это не нужно, потому что свободное кимоно в рукаве – это люфт, который я пытаюсь убрать. Как только образовался люфт, мои воздействия на локоть тут же становятся менее эффективными. Поэтому я натягиваю ги в рукаве для того, чтобы максимально контролировать его локтевой сустав. И плюс добавок, это мне дает возможность избежать того, чтобы в процессе борьбы, да, когда вы начинаете отталкивать его, видите, что происходит? В итоге у него, да, как бы кимоно собирается в районе плеча, и теперь я вообще не контролирую эту руку, вообще никак, она просто бесконтрольная. Понятно? И чтобы этого не произошло, чтобы рука была зафиксирована, я всегда, абсолютно всегда здесь собираю кимоно натянутое, прям плотненько. Тогда я могу контролировать эту руку. Какие вопросы по захватам? Мы просто больше к ним возвращаться не будем, потому что, ну, сегодня будем какие-то моменты обговаривать. Но в целом, концептуально, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Мне всегда нужны руки очень мобильные, мягкие. В Японии там есть такое понятие тук-тук, да, когда вы, допустим, когда вы взяли, да, здесь отвороты, у меня кисти должны быть очень мягкие, чтобы я всегда мог, да, как бы сбить его вот этим движением. То есть всегда у меня рука играет. Я не даю партнеру всегда, ну, по возможности стоять. Если он стоит спокойно, он спокоен. Поэтому я всегда здесь начинаю отыгрывать отворотом, чтобы у него там такой шалтай-болтай был в башке. Тогда проще будет его подловить. Понятно, да? Итак, теперь второй этап. Это выведение из баланса. Ребят, это очень важный момент. Я не могу пройти мимо него, потому что иначе вы не поймете дальше всей остальной истории. Здесь существует восемь основных, ну, даже не основных, а всего восемь направлений выведения из баланса. Кто знает, какие? Кто-нибудь знает вообще, какие есть? А еще какие? Правильно, совершенно верно. У нас есть выведение назад, вперед. Соответственно, на правую ногу, на левую ногу. Теперь на пятку левой ноги, на мизинец правой. На пятку правой, на мизинец левой. Это основные восемь направлений выведения из баланса. И для каждого броска выбирается одно из восьми. Немножко сложно, но с опытом это уже становится все проще. Это будет происходить уже на автомате. Итак, значит, для броска у Сото Тоши, вернее, мы используем выведение, когда я партнера вывожу на ребро. Вот сюда. Мне нужна эта нога загруженная. Мне не нужна она разгруженная. У нее должен быть на этой ноге вес. Понятно? Итак, первое, что я делаю. Сейчас захват вы можете взять чуть повыше. У нас в дюдо есть три основных классических захвата. Это на шее на спине, боковой напротив уха и, соответственно, нижний напротив груди. То есть маэридори, уширэридори и йокэридори, уширэридори. Сейчас для удобства вы можете взять либо здесь, либо здесь. Так вам будет удобнее, потому что чем выше захват на отвороте, тем выше степень вашего контроля над его телом. Это ни у кого не возникает сомнений по этому? Хорошо. Итак, смотрите. Первое упражнение, которое мы сегодня сделаем, подготовительное. Первое. Что я должен сделать? Я делаю шаг вперед. Это подготовка. Я сокращаю дистанцию. Шаг. Обратите внимание, что мои ноги очень расслаблены. Я всегда в дюдо двигаюсь на передней части своих стоп. Обязательно. Потому что это у нас основные разгибатели. Я хожу с помощью разгибателей. Поэтому я всегда их держу в таком заряженном положении. Для того, чтобы они всегда могли быстро стартануть в любом направлении, в котором мне это нужно. И поэтому, когда я делаю шаг, я ногу, во-первых, держу честь согнутую. И колено ставлю таким образом, чтобы оно закрывало большой палец. И таз вывожу вперед. Это хорошее сбалансированное положение, которое позволяет мне дальше эффективно выполнять данное техническое действие. Смотрите внимательно. Выведение из баланса. Смотрите. Что такое ситбелт? Все знают, наверное. Ситбелт. Я закрываю. Я не пытаюсь тянуть вниз. Я тяну к себе и прижимаю свой локоть. Когда я прижимаю свой локоть, моя рука становится сильной. И он правой рукой будет, ему сложно будет ее вытащить обратно. Так проще. Здесь он будет работать с моей спиной. Эта рука делает движение вверх и в сторону, соответственно, выведения из баланса. То есть получается, я как будто бы поворачиваю большое колесо. Запомните этот образ, потому что в более прикладных вариантах этого броска этот образ будет у вас постоянно всплывать. Итак, шаг, подвел таз, выведение из баланса. Все. Он сейчас находится вот на этой ноге. Теперь мне надо поставить препятствие. Каким образом я это делаю? Я делаю шаг за него. Видите, у меня нога максимально стоит глубоко. Это позволяет мне сделать очень важную вещь. Сломать ему осанку. Я думаю, что с этим, наверное, у вас ни у кого проблем не возникает, потому что в дживу это делается сплошь и рядом. Да? И теперь дальше я делаю бросок. Но не руками, а за счет корпуса, за счет шага. Я делаю шаг левой ногой вперед. И вот я оказываюсь в положении, когда я могу сюда, сюда, сюда и так далее. То есть я сразу оказываюсь с внешней стороны его бедра. Именно по этой причине я и рекомендую, и люблю этот бросок именно для дживу. Еще раз. Первое. Шаг. Выведение. Опорная нога мягкая. Таз находится, живот спереди. Дальше отсюда. Шаг за него. Препятствие. Я сижу. Не выпрямляюсь. Сижу. И теперь дальше делаю шаг четко ему за спину. И отсюда. Я сразу могу перейти либо в это положение, либо в сайт-контроль. Ну, кому что нравится. Это уже как бы ваши будут личные предпочтения. Вопросы есть? Хорошо. Еще раз. Медленно. Итак, первое. Шаг. Выведение. Рука. Рука вверх. Знаете, такое ощущение, как будто вы пытаетесь ему по шу-палец в ухо засунуть. Вот должно быть такое ощущение. Не вниз и к себе, а именно вверх. В потолок. Препятствие. Препятствие. Шаг. В конце контроль, ребята, обязательно. То есть учитесь, если вы отрабатываете бросок, старайтесь в конце быть в контроле. Чтобы вы делали бросок и сами там куда-то не разваливались. Вы должны контролировать. Потому что дальше вам придется уже занимать какую-то доминирующую позицию. А это можно сделать только тогда, когда вы сами себя контролируете. Если вы себя не контролируете, тогда вас, возможно, просто перевернут. Такое часто бывает. Еще раз. Вы сделали бросок, он упал. Начинаете заваливаться, он у вас туда. Все. Понятно? Ребят, смотрите, значит, в целом неплохая картина. Это меня очень сильно радует, поэтому мы пойдем сейчас быстрее намного. Но есть несколько моментов, которые мне очень не нравятся. Момент первый, но самый важный, это то, что не надо напрягаться. Ребят, выведение из баланса, когда вы делаете, оно не должно быть чрезмерным. И оно не должно быть недостаточным. Оно должно быть посередине. Достаточным. Мне не нужно выводить партнера вот туда тянуть. Это сложно, потому что он напрягается. Это не нужно, потому что вы получите ответную реакцию. Я начинаю тянуть, он начинает сразу зашагивать назад. Мне не нужно это. Он тут же испортит мне картину самого броска. Мне нужно просто переместить его вес с одной ноги на другую. Вот этого уже достаточно. Больше мне не нужно. Следующий момент, ребят. Правая рука не должна ни в коем случае оставаться позади. Как только ваша рука ушла назад, мышцы плеча растянулись. Эта рука вам уже не принадлежит. Она уже слабая. Ему достаточно в эту руку просто лечь, и вы будете уже сами атакуемы. Это тоже важный момент. Следующий момент. То, что я говорил. Не надо партнера скручивать. Смотрите, что происходит. Я вывел, начинаю шагать и начинаю закручивать его в ту сторону. Он шагает этой ногой, и вот он вышел. Это происходит сплошь и рядом. Это на самом деле на всех саревы, когда дети борются, у них вот такая ошибка. Они начинают крутить, и в итоге получается, что партнер шагнул, вытащил ногу, и привет, я стою перед тобой. Все начинается заново. Вся работа, которую вы проделали, коту под хвост. Мне нужно, чтобы вы бросили четко назад, и больше никуда. И небольшой такой лайфхак вы можете сейчас тоже попробовать. Те, кто любит брать высокие захваты, это движение называется открывашка. Оно очень хорошо работает на людях, которые прямо уперлись. Так вот, нет, просто согнись, ноги назад ставь. То есть, нет, вот я вошел, да, и вот он ложится мне на руку. То есть, я не могу эту руку пробить. Я могу здесь использовать такую штуку, как открывашку. То есть, я работаю своим локтем вверх. Понятно? Это очень хорошее действие. Прям такая открывашечка. Лег, прям, не стесняйтесь, сюда, прям, даже если в нос попали, прям сюда. Немножко силовое движение, но на самом деле очень эффективное. Понятно, да? Вопросы есть? Нет. Да, вот эта последовательность под шаг выведения равновесия, что вперед? Сначала его толкнуть, потом шаг... Смотрите, я сейчас показал. Раз, два. Но на самом деле, это все должно быть слитно. Это я сейчас просто показал пофазово, чтобы вы просто прочувствовали каждую фазу и не теряли ее. В целом, это, конечно, делается, да, движение. Одновременно. То есть, я шагнул, я уже вывел его. То есть, у меня получается движение. Раз, два, три. Это все будет, конечно, одновременно. Но, знаете, эта самая история в чем? То есть, вы сначала учите раз, два, три, потом начинаете отрабатывать раз, два, три, а потом просто на раз. Когда ваше тело, ваш мозг привык просто к этой работе. Это нельзя сделать прямо сразу. Оп, и все получилось. Такого, к сожалению, не бывает. Если было так все просто, у нас бы импризеров и чемпионов Олимпиады был просто пруд пруди. Ну, их не единицы. Давайте продолжаем. Подходим сюда, потому что сейчас будут такие сливочки, которые вам могут пригодиться. Значит, ну, мы с вами разобрали сейчас классическое исполнение. Ну, если все было бы так просто, то, наверное, борьба была бы намного проще. Но, к сожалению, таких подарков прямо стоящего у партнера, который ожидает, что вы бросите, как правило, не бывает. Согласны? И мы сейчас с вами разберем первый вариант неудобного партнера, когда партнер оказался левшой. Это самое неудобное. На мой взгляд, это даже более неудобно, когда он жопу убирает назад. Потому что, как правило, у левши есть маленький момент. Ногу, которую вы хотите атаковать, она находится очень и очень далеко. И вам нужно каким-то образом ее достать. Смотрите. Значит, немножко такой небольшой экскурс в теорию. Что такое левша и с чем его кушать. Я вам всем рекомендую стоять с этой стороны, потому что я буду сейчас показывать некоторые нюансы относительно захватов, что такое левша и как с ним работать. Это такие, ну, простые базовые вещи, но тем не менее. Значит, смотрите, когда партнер оказывается левша, то ваша задача, ну, понятно, что у него левая рука находится на отвороте, ваша правая рука должна быть у него на отвороте. И самая лучшая позиция, это когда вы загоняете руку ему под руку. Не над рукой. Я понимаю, что это бывает проще. Тем более, если хороший, грамотный левша, вы начинаете лезть, он начинает локтем сбивать, сюда закрывать и так далее. То есть, это бывает часто. Поэтому, если вы сразу взяли здесь захват, это очень круто, это хорошо. Это правильный захват. Вы контролируете его руку, вы контролируете его отворот, вы контролируете дистанцию. Это все здорово. К сожалению, такого бывает тоже нечасто. Партнер, если он начинает, ну, как бы блокировать ваш захват рукой и так далее. Я обычно делаю очень простое движение, чтобы мне перехватить инициативу с захватом. Я обычно использую дальнюю руку. Я делаю такое движение. И забираю отворот под рукой. Теперь этой рукой я беру снизу. Здесь ему сложно блокировать. Локоть не дотянется. И здесь, смотрите, отсюда я начинаю смещаться в сторону его фронта. Да, вот сюда. И забираю руку. То есть, таким образом забрали, вошел. Прямо скольжением. Это? А он все это время будет захват сохранять? Конечно. Не перехватиться? О, нет. Когда вы взяли, он будет пытаться перехватывать. Если он понимает, что вы делаете, если он понимает, если он имеет отношение к борьбе в стойке, то, конечно, он будет пытаться отсюда тоже перехватывать. И у нас какое-то время будет там борьба за захват, возможно. Ну, возможно, да? Но это как бы давайте так. Сразу отсечем как бы нужды божжей и нужды дзюдо. Они немножко отличаются, потому что разные правила все-таки. Поэтому, ну, скорее всего, если вы снизу обыграли левшу, то, скорее всего, может, даже он не поймет, что вы сделали. Ну, просто вы оказались в более выгодном положении. Вот теперь основная проблема, как мне дотянуться до этой руки. Он же не будет мне давать ее? Правильно? Заставить его правой ногой шагнуть. А вот этом-то тоже проблема заключается, как шагнуть, заставить его. Если он левша, то он будет контролировать свою стойку. Не, понятно, что отсюда я могу, но он опять же будет убегать. Он же не будет все время фехтовальщик. Ну, левша, левша, правша стоит всегда вправо, левша всегда влево. Мы редко встаем, ну, как бы левша, правша, редко связано в фронт. Фронт – это не очень хорошая позиция фронтальная. Либо право, либо лево. По факту. Ну, если как фехтовальщик, то, наверное, так и будут фехтовать. Значит, как я люблю забирать эту руку? Есть небольшая хитрость такая. Вы сейчас тоже ее попробуйте обязательно. Ну, это как бы подводящее движение к тому, что вы будете делать дальше, как бросить левшу. Что я делаю? Я не парюсь по поводу руки, я забираю отворот. И начинаю создавать ему неудобную позицию. То есть создавать ему ситуацию, в которой он начинает немножко чувствовать себя некомфортно. За счет того, что я этот отворот натягиваю на себя, этот отворот толкаю. То есть я начинаю здесь его выводить. Для него эта позиция крайне неудобная, потому что, по большому счету, если он будет тупить в этой позиции и не сопротивляться, не сбрасывать захват, я заднюю могу сделать в принципе и отсюда. По большому счету, залететь. Что он будет делать? У него дома сейчас пока не делал ничего. Что он будет делать? Останавливать осану. Как? Вот. Правильно. Совершенно верно. Он будет развивать захват. Как он будет развивать захват? Как он двумя руками это сделает, если у него одна рука на отвороте? Вот этот вариант более правильный. У него задняя рука свободная. Правая. Он правой рукой начинает захват контролировать мой. И вот как только он сюда перешел, смотрите, еще раз. Еще раз. Нет, отпусти. Как только он начинает контролировать, вы тоже можете перехватить его руку. То есть концепция такова. Здесь раз взяли, я не могу достать, я начинаю перетягивать, я затянул здесь. Просто этим захватом мы провоцируем. Да, совершенно верно. Я этим захватом провоцирую на то, чтобы он начал пытаться освобождаться от захвата. Понятно, да? Да, да. Это такой легкий, ну как бы его надо тоже понятно нарабатывать, по большому счету. Теперь следующее. Момент. Теперь проведите между мной и Армэном прямую линию. Примерно посередине, между нашими грудными клетками. Провели. Вот смотрите. Вот сейчас наши кисти находятся примерно на этой линии. Это 50 на 50. Как вы думаете, за что мы сейчас будем бороться? За обновить. Вы на себя будете тянуть? Что я буду тянуть? Скорее за выведение. Правильно. Совершенно верно. Я буду стараться перетянуть через эту пунктирную линию его руку к себе. Вот кто первый это сделает, того и тапки. Потому что смотрите, что происходит. Я тяну, и у него тут же происходит разворот плеча. Потому что эта рука тянет, эта рука начинает толкать. Вот что я получил. Я получил неустойчивую позицию. То есть, когда у него противоположное плечо находится примерно перед его стойкой. Эта позиция неудобная для него. И вот как раз эта позиция мне нужна для того, чтобы я у левши сделал бросок. Теперь мне нужно подойти отсюда лезть. Ну это как бы достаточно стремная история, потому что он просто ногу отставит. Я скорее всего провалюсь. Мне нужно дистанцию сократить. Поэтому отсюда я делаю следующее движение. Сейчас я покажу медленно. Первое, что я делаю, я подхожу. Движение вперед. Я сократил дистанцию. Эта рука начинает жестко его отталкивать. Вы можете это делать мимо шеи. Я предпочитаю прям кулаком ему давить вот сюда. Таким движением. Прям не стесняюсь. Это на какое-то время его голову отвернет. В любом случае. Мне это и нужно. То есть отсюда раз. Вот. Рука на себя. И теперь смотрите. Я делаю большое движение ему прямо в колено. И теперь дальше начинаю опрокидывать. При этом обязательно я на протяжении всего броска жестко прессую ему в шею. Прям подошли сюда движение. Пам! Вперед. Руку на себя. Пам! Поставил. И теперь начинаю делать кин-кен так называемый. Движение. Да. Но при этом каждое мое движение это пробив, пробив, пробив. Я не даю ему возможности стоять. Простое движение? Да, конечно. Ну как бы оно кажется непростым. На самом деле там не сильно все сложно. Это такое. Ну, рабочее, поверьте. Итак, еще раз. Смотрите. Его захват отсюда. Вытащили. Стоечку держим. Затянули. Можно с места. Если не получается, я чуть смещаюсь таким движением. Здесь работа. Он забирает. Перехватили. Сразу уперли отсюда. Сразу сделали небольшой подшаг. Вперед. Я давлю его. И перевели вниз. Поэтому я сегодня даю усототоши, потому что это усототоши. Понятно? Да. А теперь ошибка, которая не должна быть. Просто ставим влево. Без захвата. Так развернись в этой плоскости, чтобы ребята видели. Смотрите. Вы поставили ногу прям плотно. Притом ставлю я ее прям в колено пяткой. Так, чтобы у меня стопа находилась на икроножной. Я прям туда буду его вбивать. Прям жестко. И теперь, смотрите, ни в коем случае не пытайтесь развернуться за него. Ногу вытаскивай. Он просто уйдет оттуда. То есть я работаю по направлению этого плеча. Вот как вот в ток грушу. Вот сюда. Видите? Видите? Вывешиваю, вывешиваю. Здесь все спокойненько падает. Я все время его толкаю. Я ему не даю восстановить баланс. Как только. Здесь для меня позиция опасная. То есть если я здесь... Сейчас, расслабься. Здесь я раз сделал. Если я в какой-то момент начинаю, видите, руками отпускать, то есть я подхожу к нему, рука ушла назад, он тут же восстановит баланс. И я уже становлюсь здесь неустойчивым. Чтобы этого не было, я этой рукой растягиваю его. Там, если попадете в челюсть, не ваша проблема. Мы всегда попадаем в челюсть. Тем более проблем не должно быть. Вы взяли здесь. Хорошо, все здорово. Все отлично. Вопросов нет. Вы взяли здесь. Объясните, зачем вы тянете к себе? Ну, вы потянули к себе. Он сделал шаг этой ногой и атаковал вас. Ваша задача ставить своего соперника в неудобное положение. Он не должен хорошо стоять. Он не должен чувствовать себя комфортно, если вы начинаете атаковать. А вы даете ему точку для того, чтобы атаковали вас. Какая стойка неустойчива для правши и для ваше? Какая плохая стойка для правши? Где у нас там? Звезда самба выходим. Какая неустойчивая стойка для правши? Какая плохая стойка для правши? Для его, конечно. Нет, я имею в виду, я правша. Какую должен сделать ошибку, чтобы моя стойка была просто дебильная? Смотрите, если я правша, то плохая стойка для меня, это когда я держусь правой рукой, а левую ногу держу вперед. Да, то есть у меня разноименная получается рука-нога. Это неустойчиво, потому что давление вот сюда, и я начинаю терять баланс. Я теряю свою осанку. Поэтому я и пытаюсь это сделать, то есть я пытаюсь это плечо у левши вытащить вперед, чтобы у него была разбалансированная стойка. Вот он начинает терять баланс и вынужден шагать вперед. Именно это я здесь и делаю. Я встал, я начинаю этой рукой толкать, этой рукой тянуть. Таким образом я разворачиваю плечи ему. Вот позиция. Вот, вот у него стойка неустойчивая. Здесь я уже могу перехватить. Тем более он схватился настолько близко ко мне, что мне даже тянуть его уже не нужно, потому что все, у него стойка уже никакая. Я могу пойти сюда, могу пойти сюда и так далее. То есть там вариантов уже как бы открывается очень много в перспективе. Но в целом я осанку сломал. Этого я и добиваюсь. Поэтому еще раз. Одна рука толкает, другая тянет. То есть мне нужно развернуть. Тогда перспектива входа на заднее у вас открывается. Понятно? Ребята, сейчас давай, потом попоешь. У тебя был вопрос какой-то. Ты хотел спросить что-то относительно. Мне было интересно, что если меня вот так взяли, да, и что мне делать? То есть мне как-то... На жопу уходить. А, на жопу? Конечно. Сразу при том. Давай, ты левша, я правша. Но если, например, ты оказался на улице, и перед тобой там лужа говна, ты не хочешь падать на жопу, то можно попробовать сделать следующий вариант. Вот он меня скрутил. Первое, что я начинаю отсюда делать, если я не хочу упасть, я начинаю дистанцию рвать. То есть я перебрасываю, я начинаю смещаться в ту сторону и перехожу в это положение, восстанавливая снова позицию для себя. Это самый, ну, как бы простой способ. В принципе, да. То есть я как бы, ну, я не хочу бороться с ним здесь. То есть он начинает меня давить, я не буду сопротивляться. Чем больше я буду здесь сопротивляться с ним, чем больше я... Да, тем быстрее я улечу. Мне не нужно это делать. Удите оттуда просто. Он начинает загружать, и я здесь оказываюсь в том положении, где мне будет комфортно. Ясно? Ответил? Ну да, давление включится неприятное такое. Ну, там даже не включится должно быть. Я обычно давлю прямо сюда вот. Так, чтобы совсем было неприятно, понимаешь? Но я это делаю... Опять же, здесь вопрос, броска заключается не в том, что вот вы начали давить, а он такой там бедный весь. А-а-а-а, блин. Стоит, терпит, как у зубного, да, когда зубы удирают. И в итоге, бам, типа зубы нет. Нет, такого здесь делать не надо. Не надо дождать. Поэтому моя атака здесь не должна быть медленной, да? То есть я делаю движение сразу, бам, и сразу у меня пошла нога. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, вы прогрете, получается. Я прям, да, втыкаем конкретно. Сделай такое движение, чтобы они прочувствовали. Не, не надо. Иди сюда! Пойди ковы. Я аккуратно. Сейчас Миша не будет, ну, как за камеры не видит. Влево встань, влево встань. Ты же левша. Миша сам любит. Да? То есть я отсюда делал движение такое. Угу. Я понял. Понятно, да? Да, ну да. Как бы фактор неожиданности никто не отменял. Бросок-то не был. В принципе, ну, как бы сами. Как это самое... Ты, Миша, говорил по поводу, что бывает, ну, типа, неосознанный ущерб или сопутствующий ущерб. Когда там, типа, делаешь свип, проходишь через руку, параллельно делаешь ущемление бицепса своей голенью и так далее. Ну, типа, ущемление делать нельзя, но ты делаешь, потому что это сопутствующая тема. То есть, ну, здесь тоже самое. Выбил пару зубов, это тема сопутствующая. Ну, как бы получилось так. Капу одевать надо в конце концов. Ладно, зубов там не выбить, там ничего страшного нету. Ну, а как бы, кому интересно, пробуйте, на самом деле. Неплохо всегда иметь, ну, какое-то разнообразие, стойки парта. Не то, не составляет бороться в стойке, ну, по крайней мере, вы будете чувствовать себя в каких-то позициях для себя, может быть, даже уверены. Или знать хотя бы, что с вами буду делать. Следующий вариант. Это когда мы право-направо. И здесь был, типа, вариант. Ну, а типа, а что делать, когда бы мой партнер жопу брал назад? Да, там встал вот в это положение. И вы понимаете, что вы не можете дотянуться. Да? Был такой вопрос. Вот, в принципе, немножко подошли к этому. Теперь, как мы с этим будем работать? Ребят, смотрите внимательно. Значит, если мы говорим о борцах, которые, ну, борются стойки, в этом деле немножко хотя бы разбирают. То вы должны разбираться. Вы должны понимать, что борец никогда не будет стоять на двух ногах. Да? И борец не будет стоять на передней ноге. Ну, то есть, мне как в руке, когда я учился, мне препод говорил, что нельзя говорить передняя и задняя нога. Задняя и передняя нога бывают у собаки, лапа. У человека бывает отставленная и выставленная. Да? Вот это выставленная нога. Я не стою на ней, потому что как только я встал на нее, я тоже начинаю лететь с нее. Да? Я всегда стою немножко оттягиваясь на заднюю ногу. У меня правая нога атакующая, она должна фехтовать. Она должна все время по возможности, ну, как бы, доставлять ему там какие-то, какие-то, ну, хлопоты. Он должен чувствовать, что она где-то здесь рядом и что пипец там так далее с ней. Она не должна быть статичной по возможности, да? Поэтому я всегда буду отваливаться немножко на заднюю, где-то примерно 40-60 процентов. Ну и, соответственно, мой соперник, если он тоже борец, он тоже будет делать примерно такую же историю. В такой ситуации бросать его задней, тем более, когда жопа позади находится, это достаточно такая история сложная, да? Потому что вы начнете заходить, он подшагнет к вам и просто может вас суприсом, если знаешь, что это такое, туда зафигачить. Это контактный бой был какой-то. Ну, так оно и есть. Я же обещал тебе сегодня айкидо. Я сейчас еще вспомню Рябко, Каточникова. Потом мы в бае выходим. Да. Вот. Поэтому, ребят, если вы хотите бросить такого человека, тем более, который работает вторым номером, просто так, как бы, на шару может не получиться. Это может получиться, если, например, у меня вес 105 килограмм, а там у Армена вес там 55 килограмм. Тогда, конечно, вы можете за счет физики, там, в принципе, делать с ним все, что хотите. Но я не думаю, что он будет так просто стоять и ждать, пока получит пиздюлей. Правильно? Значит, что я делаю обычно в этой ситуации? Понятно, первый вариант. Я сразу стараюсь перехватить верхний захватчик вот здесь. И теперь мне надо поставить его, согнись прям, да, поставить чуть ногу, бери назад. Не, ну, прям совсем назад, выбирай, ты же, вот, да. Мне нужно поставить его в положение, в которое мне удобно атаковать. Мне нужно поставить его вес на эту ногу. Я обычно делаю таким образом. Я начинаю ее жестко продергивать сюда. То есть я смещаюсь в это направление и начинаю продергивать. То есть я... Что произошло? Что произошло сейчас? Совершенно верно. И когда на выходе я его чуть сбиваю, он оказывается в позиции, в которой мне становится удобно. И в этот момент я ручку опять забираю и дальше начинаю его атаковать. Если человек стоит так, его надо продергивать по возможности. Но не продергивайте на месте. То есть надо продергивать так его. Что может произойти? За много боссоверенов. Совершенно верно. Я всегда продергиваю, я всегда смещаюсь. То есть я смещаюсь таким движением. Вот движение. Раз. Первое движение мое. Вниз. И дальше я работаю спиной. Все. Вот мне позиция, которая нужна. Отсюда. Понятно, да? Это если... Но это более сложное движение, потому что здесь уже на тайминге работа идет. Но тем не менее, да, как бы она достаточно интересна. То есть вы должны заставлять партнера двигаться. Это пример, когда вы готовите и выводите в одном движении. Да. Там бывают разные варианты. Я могу отсюда, да, заставить его шагать в круг. Что мне больше нравится, на самом деле. Потому что эта история менее силовая. То есть я начинаю двигаться в том направлении. С таким забеганием. Но она более сложная. Бросок? Показывай полностью. Бросок? Да. Первый вариант, да? Ну, потому что сейчас покажу. Потому что я объяснял полностью. А. 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 Встань как настоящий джейсер. Встань. Во. А отсюда движение. А войди в настоящий отдых. Я помню. Я помню. Ты любишь жопу оттечивать? Это сигнал. а ты решал нас так привык бороться тогда придется делать первый вариант которым отрабатывали до этого правый вариант держи то есть отсюда я начинаю его грузить не надо бороться с ним на захватах всегда делайте так что ваш партнер прыгал за вами раскачивайте его потому что стоячего бросить сложно он должен двигаться когда есть движение есть атака попробуем смотрите когда жопа очень отключена то что мы сейчас с вами второй вариант разбирали и когда вы начинаете продергивать его там бам-бам-бам-бам-бам вы начинаете входить на заднюю грубо говоря тянете к себе и отсюда пытаетесь зайти еще раз напоминаю что работают руки немножко иначе эта рука к себе смотрите я делаю так я прям локоть предплечье вставляют сюда прям включиться вот позиции очень удобно да по большому счету ему даже если он захочет там забрать ногу да ему нужно бы сначала пройти мою руку это очень неудобная для него история я прям сюда вставляю ему плечо и соответственно исходя из этого вы начинаете менять его геометрию эту руку затягивать а соответственно голову разворачивать вот мне позиция какая нужна и совершенно верно да человек которого начинаете дергать там на 3 4 10 раз продергивание конечно пойдет на жопу вопросов ноль вообще ноль тогда конечно но вопрос заключается в том что когда вы занимаетесь продергиванием вы должны быть готовы к тому что он может делать понятно да и быть готовым потому что по моему твоем семинаре кстати говоря на одном из я просмотрел записи это по-моему то я объяснял относительно в верне по-моему там базовые какие-то вещи прохода гарда вот очень грамотно было сказано что ваши ноги не должны быть жесткие они должны быть очень мягкие да то есть вы должны в любой момент по возможностям менять положение менять положение ноги должны быть очень мягкие если вы видите что ситуация пошла вниз у вас всегда есть возможность чуть убрать и сделать шаг за него ну по крайне одну ногу пройдете вторая будете уже соответственно тому скав гарда и вытаскивать но это лучше чем оказаться в том же самом закрытом гарде согласитесь ведь это что касательно этого момента значит а теперь следующее какие вопросы у вас есть по этим приемом вернее этому приему мы с ним разобрали таких три основных момента вот и принципы в виде выполнения именно броска у соту атоши если вы понимаете принцип его можно формирует уже под разные ситуации там вплоть до того что так 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 можете на секундочку я кстати говоря помню в каком-то из по-моему какой-то из олимпиад то ли это было олимпиад не токийская то ли это было олимпиада в лондоне то ли по-моему в лондоне там японка боролась финале вот и получилась такая ситуация что как бы она начала то же самое там раздергивать партнершу и партнерша упала там за ней пошла и она упала сюда в это положение примерно оказавшись на колене да там там на колено вставай да ну другое то есть получилось правосторонний на правосторонний то есть в эту позицию то есть это не значит что это не значит что отсюда тоже нет варианта да как только такая ситуация оказалась вы должны тоже то же самое заканчивать этот же прием не не надо возможности давать партнеру вставать садиться на жопу как только вы затянули то же самое вы оказываетесь в этом положении как тоже хороший вариант в принципе такой рабочий значит у меня был вопрос по моему тебя был вопрос относительно подготовительных упражнений для вот этих раздергиваний да значит смотрите ребят подготовительных упражнений на самом ног очень много и они такие ну могут показаться в чем-то неинтересными что-то скучные такие может быть простыми может быть слишком сложными но это не значит что они не рабочие эти упражнения прежде всего готовит ваше тело ваши ноги именно двигаться им находить правильно ходить во первых надо понимать что я как говорил что борцы ходят на передней части стопы на это легкая позиция мы достаточно мобильны в этом положении это сразу надо принять как основу и теперь для того чтобы научиться выводить я обычно своих ввожу ну как бы показываю несколько упражнений первое упражнение это заведение по кругу да каким образом отсюда смотрите ну по деталям мне нужно заставить его шагнуть левой ногой и скажем войти во вращение да какой наиболее удобный вектор приложения силы в этой стойке ну вот если стою фронтально какой удобный вектор какое удобное направление для выведения баланса самое удобное самое оптимальное кто сказал прямо правильно либо прямо то есть вперед либо назад почему потому что у человека у любого есть площадь опора знакомы с таким термином как определяется площадь опоры нет площадь опоры это расстояние между вашими ногами пальцем и пятки вот этот прямоугольник это площадь вашей опоры и не более того да соответственно прямоугольник имеет широкую часть то есть длинным зовем то так и узкую нет вот сюда потому что здесь она длинней здесь у меня опоры 1 опора 2 здесь у меня опора только палец большой пятка поэтому самое оптимальное выведение ну например сам простой тест ставь жестко да смотрите не дату кто самый сильный у вас ну давайте кроме миши просто ставь фронтально пошли широко как тебе удобно прям широчую шире что что блин яйцами прям по полу и упрись а вот мне сейчас сложно да но потому что там широкая часть также упрись двумя пальцами все логично именно здесь я это использую я начинаю двигаться за него и одновременно рукой за счет спины раскручиваю по большой территории как найти как орбита планеты вот сюда это первое самое базы движение которое вы должны уснить асу раз два три потом можно усложнять добавлять разгоночный шаг если например партнер очень скажем тяжелый тяжелее вас с длинными ногами и так далее тому подобное и мне не хватает дистанции в руках чтобы разогнать то что рука у нее длинней то есть я начинаю отходить руки чуть опускает я понимаю что моя как бы инерция движения она тоже гасится поэтому я делаю такое движение я чуть подшагиваю вот движение раз эта нога у меня толчковая и я заставляю это ногой сделать шаг вот движение еще раз отсюда это более сложный вариант следующий вариант движения там если кому нужно потом михаэла будут записи кому-то хочет попробовать можете пробовать это выведение во внутреннюю часть я не могу заставить шагать человека просто развернулись на опорной ноге как только я сделал это движение что произойдет давай ты знаешь все я знаю тебе этому с детства учились ну скорее всего первое да то есть я разворачиваюсь меня тут же опрокидают в сторону посадочку делаю это до свидания совершенно верно этого делать нельзя поэтому когда мне нужно завести его во внутреннюю сторону то есть это было движение во внешнюю сейчас во внутреннюю первое что я делал я делаю шаг в сторону то есть отсюда вот движение и теперь я затягиваю эту руку то же самое направление шаг и теперь я тяну его вот сюда понятно да подожди 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 ты сейчас я понимаю твои мысли сейчас тебе отвечу на это базовое упражнение то есть это знаешь как ты делаешь базовые дриллы вам миша показал базовый дрилл там не знаю лагдрэк это такой делаешь делаешь и такой блин ну ладно хорошо что-то базовое есть ну хорошо просто проход гад просто да ну хорошо ты делаешь лагдрэк и такую в какой-то момент были на а здесь же можно сделать еще и так и так и так и такой перед того партнер лежит такой думает и а чё и как бы чё мы делаем это в итоге ну как бы это отработка то есть это базовый набор движений понятно да дальше ты будешь просто комбинировать для этого есть еще другие выведения следующее выведение это когда я начинаю двигаться параллельно с его движением то есть мы двигаемся правым плечом либо левым плечом как я это делаю я не делаю это за счет рук упрись давай самый здоровый то есть обычно когда показываешь не на здоровых такие зина возьми того попробуй прямо пить вот он уперся да с руками вот видите да не получается я теперь руки отпускаем и руки вообще не нужны конечно держи ты держи захват вот меня позиция держишь первое что чего добиваясь минут чтобы было между нами натяжение вот натяжение получено да и теперь я начинаю просто смещаться с корпусом понятно да это следующее и следующее движение когда я начинаю толкать его то есть то же самое я прихватываю и теперь смотрите то же самое многие считают начинами что толкать надо руками упрись не получается а теперь я начинаю делать пуш-пуш я начинаю делать корпусом он пошел понятно что происходит я когда работаю на движение на смещение я никогда не работаю руками я использую ноги ноги массу своего тела все больше ничего не нужно руки нужны вам для того чтобы контролировать плечи контролировать руки партнера и для того чтобы между нами была сцепка понятно да вот цепочки есть все мне нужно получить натяжение натяжение есть теперь я могу дальше работать уже мне кажется или парт или то же самое или я ошибаюсь понятно совершенно верно совершенно верно я правильно сказал все верно аналоги четкие но то есть а сегодня мы с вами прошли вот это движет как бы движение понятное дело что ребят вы поймите да дать полном объеме все 64 приема дзюдо но достаточно сложно да за полтора часа там за два часа за три часа даже за месяц и за 10 лет это очень сложная история бросок на мой взгляд это вообще сам по себе сложный вариант потому что один бросок может делаться каждый раз в разных вариантах это как на соревнованиях да грубо говоря есть классическая структура броска то что я показал в начале выведение выведение постановка шаг это классика все что вы видите на соревнованиях которые делал спортсмены высокого класса олимпийцы еще кто-то это их личные вариации которым они пришли в ходе регулярных тренировок в сборной есть такое но сейчас он тренер сборной россии дмитрий морозов да может быть там кто дзюдо занимается слышал сейчас сначала был тренером по мужикам сейчас перешел на женскую сборную и все говорили что у него неправильный учимата кто не знает что такое учимата это подхват то есть он учимату делал да вот таким захватом ну то есть точки зрения классики это неправильная история считается да потому что тяга не эффективно работает но на соревах он просто ну шмякал его звали подхватчиком потому что очень сложно было устоять с годами тренировок у него сформировался определенным образом мышечный корсет который и мышцы стали работать таким образом что этот недостаток стал его преимуществом но все это вышло опять же из классики то есть ему с помощью классики объяснили основные принципы и реперные точки броска а дальше дальше начал со временем модернизировать данное движение это все происходит примерно так поэтому когда начинаю там смотрят соревнований почему не любят смотреть соревнования многие смотрят соревнования о я видел что он сделал бросок так и давай фигачить этот бросок натуре на тренировках там давай другим но человек не понимает что то как делает этот человек бросок никто другой так делать никогда не будет и И то, как делает Панков Панков Чок, никто, кроме Панкова, так делать Панков Чок тоже не будет. Это важно понимать. Ясно? Понятно, да? Ну, это, кстати говоря, я тоже испытывал это ощущение на себе, ничего приятного сказать не могу по этому поводу. Значит, Миш, там у кого-то были какие-то вопросы относительно... Это давай сейчас дадим последний рамп, поделимся, что сегодня делали. Да, добро. Давайте, ребят, сейчас прям берем, значит, ситуацию, давайте так сделаем. Ну, мы сейчас придумаем немножко другую историю, более интересную для вас, и вы сможете ее попробовать. Мы сейчас делаем такую мини-рандори. Но мини-рандори будет заключаться в следующем. Есть номер А, есть номер Б. Первый, второй. У первого одно задание, у второго другое задание. Ну, это как специфики, по сути, да, по позиционке. То же самое мы сделаем и здесь. Первый номер тот, кто бросает. Второй номер тот, кто не хочет падать. Но, есть один нюанс. Если человек зашел вам на заднюю, мы сейчас не будем упираться до талого, со словами, ты здесь не пройдешь, спокойненько. Если он успел, зашел, поставил ногу, руками чувствовать и сработал, спокойно упали. Понятно, да? Если не зашел, например, зашел, но руки остались здесь, вы спокойненько не падаете. То есть, один человек будет пытаться изучать движение другого и смотреть, насколько они эффективны, а другой будет пытаться делать бросок в ситуации, когда мы двигаемся непредсказуемо. Вы сейчас можете, соответственно, по своему усмотрению менять захваты. Там, тот, кто работает ассистентом, может менять направо, менять лево, право, лево. Смотрите сами, как вам будет удобно. Пусть это будет для вашего соперника. Не соперника, да, как бы таким нюансом. И еще одно замечание заключительное. В японской терминологии есть такой принцип «рандори». Переводится, как из-за глагола «рандору», который означает «взаимное обучение». Когда мы делаем учебно-тренировочные схватки, наша задача не замочить своего партнера. Для этого есть соревнования, либо одни борьбы в Дагестане. Пожалуйста, без проблем. Там вы можете, что хотите делать. Учебно-тренировочные схватки заключаются в том, чтобы вы чему-то научились, чтобы что-то попробовали. Это важно. Пробовать. Не бояться и пробовать. Даже если вы будете проигрывать на своем движении, вы должны все равно пробовать. Потому что раз проиграете, два проиграете, три проиграете. А на сотый раз, возможно, вы поймете, почему вы проиграете. Либо забьете болт и больше делать его не будете. Одну из двух. Хорошо? Хорошо? Субтитры создавал DimaTorzok